Всем привет! Сегодня я вас приглашаю на обзор BMW M5 в кузове E60. И сперва я вам расскажу немного характеристик. Автомобиль основной комплектовался 5 литровым V10 мощностью 507 лошадей и 7 ступенчатой АКПП. Разгон до сотни составлял 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Также этот автомобиль четвергвирный седан пятиместный. Производитель BMW AG, годы производства 2003-2010, сборка Германия, сегмент бизнес-класс. Класс, бизнес-класс. Так, компоновка переднемоторная, заднеприводная, переднемоторная, полноприводная. То есть, присутствовало две компоновки. Колесная формула 4,2, 4х4. Двигатели. 520i, 170 лошадей. 2003-2005 года. Производитель BMW. Марка 520i, 170 лошадей. 520i, 170 лошадей. 2007-2010 года. 523i, 157 лошадей. 2005-2007. 523i, 190 лошадей. 2006-2010. 525i, 192 лошади. 2003-2005. 525i, 317 лошадей. 2005-2010. 530i, 231 лошадь. 2003-2005. 530i, 258 лошадей. 2005-2007. 2005-2007. Потом. 530i, 252 лошадей. 2007-2010. 540i, 231 лошадей. 540i, 231 лошадей. 2005-2005. 545i, 333 лошади. 2003-2005, 550i. 267 лошадей. 2005-2010. Так. 520d. Это дизель. 163 лошадей. 163 лошади. 2005-2010. М5, 507 лошадей. Это вот этот вот автомобиль. 2005-2010. Так. Дальше. Получается, идёт. 520d. 177 лошадей. 2007-2010. 525d. 525d. 170 лошадей. 2003-2005. Это всё дизели. Кто не понял. 525d. 117 лошадей. 2003-2005. 530d. 235 лошадей. 235-2005. И 535d. 286 лошадей. 2003-2005. Так. Трансмичность. 6-ти скоростная. Автоматическая. Так. На рынке. Предшественник. Извиняюсь. BMW XC9. Приёмник BMW F10. Связанный BMW 6. E63. BMW X5. E70. Похожие модели. Audi A6. Chrysler 300. Kia. Kia Aperus. Acura RL. Сегмент. E-сегмент. Объём бака 70 литров. Дизайн. Крис Бенгал. Крис Бенгал. Эдриан Ван. Хой Донг. Дэвид Аркенгели. Также присутствовал седан BMW 61 Touring. У него ставил двигатель P120D. П120D 163 лошади. 2005 года он стоял на нём. Характеристики. Массовая и габаритная длина 4143 мм. Высота 14701 мм. Приёмник BMW F11. Это я вам сказал немного про универсал. А если вы хотите услышать массовые и габаритные размеры BMW M5, я сейчас вам их расскажу. Длина 4841 мм. Ширина 1846 мм. Высота 1468 мм. Колёсная база 2888 мм. Колёсная задняя 1582 мм. Колёсная передняя 1558 мм. Я думаю, с характеристиками хватит. Переходим к экстерьеру. Так, собственно, экстерьер. Спереди, то есть сзади мы видим логотип BMW, логотип M5. Датчики парковки. Четыре ухлопные трубы. Также тут мы видим антенну. Тридцесс-сигнал. Небольшой спойлер. Вот. И также задние фонари с поворотниками. Так, дальше у нас идёт передняя сторона. Давайте продолжим с передней стороны. Так, логотип BMW на передней стороне. Потом у нас идёт две решётки радиатора. Ну, это знаменитая фишка BMW. Как бы дверь шутка радиатора. Потом у нас идут фары с омывателями. Также передние датчики парковки. Ну, спортивные обвесы, это понятно. Так, на этой стороне у нас диски литые с логотипами BMW. Также тут поворотник, воздухозаборник. На этой стороне точно так же. Также зеркало заднего вида. Окантовка от чёрных окон. Собственно, я думаю, с экстерьером у нас всё. Переходим к интерьеру. Так, вот у нас интерьер. Что мы видим, когда мы заходим в эту машину? С перма мы видим. Тахометр, спидометр с логотипом M. Также экран с переключениями передач. Индикатор переключения передач. Пробег. Также схода температуры за бортом. Число день. Потом у нас идёт мультимедийная система, навигация, там и так далее. Потом подрулевые лепестки минус-плюс. Также, вот руль. Руль у нас вот такой вот. Это мультируль. Руль с громкостью, с телефоном, с логотипом M, логотип BMW. Кожаный руль с вот таким вот спортивными держателями. Вот так лучше назову. Потом у нас идут окна с зеркалами. Регулировки окон и зеркал. Тут окна автоматические. Зеркала регулируются тоже салона автоматикой. Вам не надо выходить в салон. Ну, это, в общем, понятно. Это же BMW. Что я вам объясняю. Так, тут у нас переключатель фар. Климат-контроль. Также у нас тут CD-DVD. Ну, в общем, для дисков отсек. Также вот тут у нас есть бардачок. Вот такая вот беленькая линия. Также у нас тут зеркал заднего вида, как я уже говорил. Потом. Тут у нас еще есть датчик масла и датчик топлива. Вот датчик топлива, вот датчик масла. Сиденья у нас тоже кожаная, с выраженной боковой поддержкой. В общем, вот такой вот у нее интерьер. Интерьер люксовый. Ну, в общем, вся машина люксовая. Это же BMW. Все, и так без внимания знают, что это люксовый бренд. Они всегда делают машину на совесть. С хорошими деталями. Со всем хорошим. Также тут есть у нас аварийка. Вот она. И это, по-моему, замок. Закрытие дверей. И ответственность для воздуха и климат-контроля. В общем-то, я думаю, и все. Теперь перейдем к тест-драйву и послушаем, как звучит этот автомобиль. Ну что, давайте послушаем, как звучит этот автомобиль. Собственно, звучит он просто шикарно. Очень агрессивный звук. Я как люблю говорить. Ну, а теперь давайте сделаем тест-драйв. Так, перемещаемся в салон. Вот, кстати. Еще Вам покажу перед. Так, и перемещаемся в салон. Вот, переместились в салон. Ну и что? Можем нажимать педаль акселератора. Вот же резина у нас произошла. Побуксовка. И машина поехала. Подристовали немного. В общем, машина рвет. В общем, все знают, что E60 это просто BMW-огонь. Например, если ее сравнить с новой BMW, которая F10 то там пыл поменьше, чем в этой машине. Вот эта машина просто собри голова. Пятая скорость. Мы подлетели. Очень хорошие тормоза. Ну, на такую машину надо очень хорошие тормоза. Чтобы можно ее было затормозить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте вот такой вид поставим и посмотрим, сколько она разгонится до сотни. Так, тапок в пол. Начинаем. Пробуксовка небольшая. И вот уже у нас сотня. В общем, как видели, очень-очень быстро. В видео я укажу, насколько она разгоняется до сотни. В общем, как вы видите, машина огонь. Сто восемьдесят. Двести десять километров в час. 240 оттормаживаемся. Занесло. Сильный занос на спе зашел. Эй, мы опять ребён. Уууу! Даже в игре ты проникаешь с этой эстетикой BMW. вам показали финиш в общем даже в игре ты проникаешься этой эстетикой этим рвением этой быстрой машиной этой динамикой этикой BMW все знают что у нас BMW BMW у нас это быстрая машина чтоб рвать в общем гоночная а Mercedes это у нас такой медленный на нем ездят люди которые никуда не спешат так вот Mercedes это машина для тех кто уже везде успел а BMW это машина для тех кто еще не везде успел кто хочет погонять по пробкам шашки сделать на Mercedes такая спокойная машина на которой не хочется особо гонять но если конечно хотите на Mercedes погонять купить Mercedes погонять то конечно Mercedes предоставит возможность если вы например возьмете 5 литров двигатель 4 литра по моему двигатель ну в общем Mercedes вам предоставит эту возможность а AMG Mercedes какой-нибудь вообще полна предоставит эту возможность и вы сможете даже погоняться с BMW M5 и M6 тоже в общем я думаю давайте еще раз проверимся чтобы еще раз ощутить эту эстетику BMW ну вот загрузилась Санкт-Петербург Санкт-Петербург вот опять отжиг резины последний кей это такая своеобразная своеобразные очки называются тут в этой игре а не кидус так опять мы едем сильный занос 26 кей неплохой поворот 50 кей чистый участок 25 кей 124 занос если вы умеете ездить например в играх в реальной жизни то вам этот автомобиль подойдет сполна потому что этот автомобиль ошибок не особо прощает и надо водителя с опытом который уже умеет хорошо ездить потому что эта машина рвет и садится или садить какого-то там который только начинает ездить ну только-только начинает ездить бессмысленно потому что он ее разобьет просто на первом же там повороте или на первой же там кочке там когда он начнет жестить он попадет в ДТП в общем на эту машину надо люди с опытом водители с опытом также если вы например в игре эту машину купили то не думайте если вы там новичок то то вы будете на ней королем на ней должен ездить должен ездить человек который уже повидал многое в ритуальных гонках и в таких реальных но в реальных конечно же больше надо повидать чтобы сесть за руль этого автомобиля а виртуальных в принципе не так много но тоже очень много надо тренироваться на ней ездить в общем эта машина не для новичков а теперь давайте наверное пожестим начнем сначала сейчас он загрузится и пожестим я не буду говорить просто нам послушать звук и саму машин не обращайте внимания на стополь что горят экран немножко подглючивает едет она вообще без запроса зеркал два колеса на свиста Сильный занос, еще второй сильный занос. Вот аж руль отлепился от стола, отошел точнее. В общем, машина едет, еще как едет. Сильный занос, тесенсор. В общем-то, я думаю, вы видите, что я на этой машине могу ездить без проблем. Да, не без этого. Иногда бывает, что я там не отторможусь и вылетаю по гордине. Но это бывает очень нечасто. Два колеса у нас вышло. Давайте опять перейдем в первую и опять стартанем только уже из салона. Мы набрали 188 очков. Разогнались до 140 миль в час. Давайте еще раз попробуем. 150 миль, 200 миль, 210 миль, 240 миль. В общем-то, вот такой вот и страйс. Машина ураган. В общем-то, это все знают, что М5 и Е60 это машина ураган. И как же сказал, если сравнить с М5 и М10, то М5 и М10 ей пометки не годится. Эта машина лучше. По мотору она точно лучше, потому что в М5 и М10 там стоит мотор хуже. Тут лучше. Как по мне, она едет лучше, чем в М5 и М10. Ну, в общем-то, это и все, что хотел вам сказать сегодня в поводу автомобиля М5 в кузове Е60. Всем пока. Увидимся в следующих видео.